приветствую всех кто заглянул на мой канал и сегодня такое кратенькое кратенькое видео об аромате уже по моему я не знаю хит ютуба хит во всем мире мэйсон франсис курдашьян бакара rouge 540 но у меня экстракт de parfum то есть я вот приближу не данного освещивает и миниатюрка то есть у меня 5 миллилитров давно хотела попробовать этот аромат уже даже присматривала кое-что купить на распив но когда делала заказ в одном интернет-магазине увидела что есть миниатюрки ну конечно хочется получить оригинал начала изучать какая разница между подделками и оригиналом смотрела видео одного блогера и там было сказано что подделки на бакару rouge делают также с бачкодами так вот поддельный код на бакара rouge в экстракте будет 18 что-то там я его напишу где-то вот здесь это подделка если код другой какой-то да вот у меня 18 281 то родине подделка во вторых по картону то есть он должен быть такой не гладкий глянцевый такой как шершавенький здесь все выбито и главное это вот эта буквочка курдашьян то есть чтобы она была тканье тоже я смотрела вот эту буквочку надо смотреть 540 как написано ну в общем все это вот эти нюансы ну честно говоря не думаю что миниатюрку кто-то будет подделывать кому она надо морочиться вот эти маленькие бутыльками если полюбить то королеву проиграть так миллион то есть подделка тоже 100 миллилитров ну 50 и вообще насколько я знаю вот когда смотрю где-то какие-то покупки то подделывают как правило именно большие объемы то есть самые большие даже как бы ну миниатюру подделывать нет смысла я думаю и так что хочу сказать об этом аромате ну если брать основные аккорды это миндальные бальзамические древесные теплые пряны и животные но вы кстати вот этого животного аккорда я абсолютно не чувствую во первых хочу отметить что аромат относится к унисекс то есть и для мужчин и для женщин но для меня он сугубо женский он такой вкусный сладкий завораживающий не знаю какой мужчина может его носить выпущен он 2017 году парфюмер естественно франциск урдашьян ноты верхние ноты горький миндаль шафран средний египетский жасмин и белый кедр база мускус древесные ноты серая амбра естественно на фарганские его сравнивают с обычной бакароида бакара руш но почему взяла в экстракте слышала несколько отзывов что именно в экстракте экстракте вот этот аромат более женский нету вот этих йодистых нот что он очень красивый шикарный не знаешь балдежный да и думаю ну возьму миниатюрку попробуем когда я его купила вернее и когда он ко мне пришел я так пшикнула его с такой осторожностью думаю но все сейчас будет что-то такое душная больница бинты йод не знаю он для меня вообще такой знаете ну какая-то нежность негода бы даже я бы сказала то есть никакой удушливости нет никакой больницы я не слышу никаких бинтов никакого йода какая сладость небольшой горчинкой наверное вот это шафран покупала кстати за шафрана красивенный и вот что самое странное что меня покорило я тоже сомневалась оригинал не оригинал но это единственный аромат которым я пользуюсь ну где-то неделю назад ко мне пришел и я им уже пользовалась даже не пользовалась до запястья пшикнула для затеста и иду куда-то там по делам так вот у меня уже три человека спрашивали ой а что за аромат ой а что это тебя так пахнет что такое классное хотя до этого сколько раз пользовались другими ароматами не менее красивыми да ну пусть не ниша но все равно красивые красивенные ароматы да и ланком и шанель и и ну такие которые мне есть наличие до хорошие ароматы но никогда никто меня ну не спрашивал да иногда ой да хорош такой запахи все ой да классно классно а вот этот именно спрашиваю что это такое интересное и это при том что я пшикнула вот буквально на запястье немножечко свитер так сказать пропитался и все и все и вот особенно если вы сидите в закрытом помещении я его вообще не слышно для вообще ничего не слышно люди заходят ой какой красивые что-то так они говорят аромат что-то классно пахнет ой какая-то здесь атмосфера такая уютная вот для меня это было вот таким шоком не знаю каким-то небольшим да и когда вот я зашла на фрагрантику естественно перед покупкой изучала отзывы и когда вот читают эти отзывы немножко удивляюсь понимаете кому-то действительно какие-то бинты для меня это знаете такая легкая сладость с небольшой приятнейшей горчинкой я так думаю шафран у меня есть шафран от байреда тоже я ее там слышу эту горчинку действительно похож на бэбарихио интенс который у меня есть и монсера инстант краш который у меня есть в атлевантии который не купила партнер полноразмерную веже все по определенным причинам но вот этот аромат звучит для меня мягче солиднее роскошнее вот если монсера это знаете знаете это что-то такое убойственное красивая да она убойственная in baby что-то тоже красивая но попроще вот это для меня ну вот что-то необычное с одной стороны простое другое а бы с другой что-то необычное не знаю вот красивенный красивенный аромат знаете вот когда читаю про кита бинты кому-то какая-то смола кому-то еще что-то для меня это такая сладкая нега но не сахарный сироп а вот в разы разбавленнее но тем не менее это все ощущается это не большая горчинка шафрана от которой просто балдею действительно вот эти какие-то петушки на палочке но вы знаете вот когда говорят петушки на палочке меня ассоциация что-то с сахарной попа слепательная здесь это все намного благороднее намного деликатнее намного утончения как а так не знаю может быть вот эта горчинка дает вот эту утонченность миндаль наверное да слышатся но здесь вот как-то миндаль с жасмином сплели что есть и миндальность и цветочность шафран балдежный такой тонкий и нежный с легкой горчинкой шикарнейший дерево я не могу сказать что я могу вычлить дерево прям 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 но вот все равно какие-то нотки дерева легкие какие-то но нотки дерева все таки если так я закрою глаза и начну представлять да представляется но сказать что я прям слышу с первых или последних нот может быть быть в базе не более слышны насчет амбры серой ничего не скажу и никакой смолы никаких бинтов никакой медицины никакого стоматологического кабинета я не слышу вообще действительно аромат чем уникален что я когда его им пользуюсь я буквально делаю пол микро микро пшика и мне кажется я его вообще не слышу кто его вообще может слышать но тем не менее люди вот когда заходят вы сидите где-то помещение заходит кто-то с улицы сразу говорят об этом аромате если вы прошлись тоже делают комплименты хотя я бы им пшикалась но если бы не миниатюрка наверное пшика 3 минимум но я бы представляю чтобы тогда было то есть не при минимальном нанесении он слышится красиво и шикарно там а также что некоторые сравнивали с какие с молекулами да вот есть вот это вот может быть это амброксанность если так можно выразиться вот это молекулярное да есть вот с молекулами что-то похожее вот мне похоже с жилетт хэзеган ноты парфюм какая-то вот эта нотка незаметности но которая тем не менее слышали ну говорят что это амброксан играет так с нашим носом с нашим воображением да тут есть то нет но при этом очень красивый и конечно же конечно же мечтаю у полуразмерной версии но все мы прекрасно знаем что цена на эту версию будь то украина будь то америка россия и не знаю европа все равно цена и не думаю что будет прям кардинально отличаться но может там пару десятков долларов если говорим или евро до чтобы более было понятно цена будет разница но стоит он дорого очень дорого и еще обратите внимание что именно версия экстракт д парфюм вот показываю вот свечивает конечно экстракт д парфюм именно вот эта версия должна быть потому что обычная бакара она немножко отличается и когда почему взяла экстракт еще раз повторюсь видела смотрела одного блогера и этот блогер говорит что у меня есть и бакара разные вот эти вариации бакары но вот когда купила экстракт то все остальные для меня как бы меркнут для меня ничто вот пользуюсь только экстрактом ну думаю раз так думаю надо именно экстракт попробовать хотя конечно не отказалась бы от классической бакары бакары просто для общего развития для так сказать сравнений что касается шлейфа шлейф есть но что самое интересное я когда даже вот кручу верчу голову его не слышу а люди слышат вот не знаю такой загадочный парфюм стойкость бомбезная то есть я действительно пол милипшика и вот если попадет где-то вот у меня запястье здесь свитер кофта все до стирки это однозначно все это будет не говорю благоухать прям ах 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 но слышимость будет хотя если и пшикнуть прилично наверное будет и благоухать и шикарный аромат вот для меня это знаете вот такой идеал именно и сладости и горечи и древесины все это в таком котле все с настолько красиво равномерно округло ничего не выпирает нету излишней сладости излишней какой-то там друг в общем нету такого что какие-то ноты выпирают или в начале звучат потом конце и для меня он например звучит практически одинаково нету такого что начало такое а базиса совершенно другое все равно вот эти петушки да действительно слышны на протяжении всего времени единственное вот этот шафранчик по моему так утихает я еще вот так не особо разносила но очень хочу поделиться отзывом немножечко утихает остается больше сладости и деревяшистость появляется а вот шафранчик как-то утихает и это мне немножечко огорчает очень мне нравится начало вот это сладость шафраном мой любимый шафран поэтому действительно аромат необычный действительно от какой-то шедевр вот я сначала когда смотрела отзывы из девчонки говорили ой шедевр еду это какой шедевр он все у манс мансера вся шедевр и манталь шедевр мне там особо как-то ничего не зацепило кроме определенных ароматов которые мне есть ну да ароматы классные ароматы хорошие но вот бакара все-таки в экстракте это действительно достойная вещь но к сожалению дороговато может быть когда вот эта волна популярности на эту бакару пройдет появятся еще какие-то другие новинки возможно от того же курдашьяна цена немножечко упадет тогда можно будет прикупить и флакончик до себе если конечно он к тому времени надоест потому что женщины мы такие сегодня мы хотим бакару завтра появится что-то еще мы захотим то это уже будет для нас так себе ну в общем как то так и так вот такое коротюсенькое видео об аромате франциск курдашьян бакара rouge экстракт de parfum то есть в экстракте у меня миниатюрочка такая кстати хорошая коробка хорошая так и здесь вроде бы оттиск такой по не знаю вот здесь даже вот видите вот здесь на флаконе вот там вот что-то написано не за подделка не подделка но будем надеяться что не подделка да так что если вам видео понравилось было полезным то ставим пальчики вверх также подписываемся на мой канал чтобы не пропустить еще какие-то видео мои отзывы о тех или иных ароматах ну а на сегодня всем пока пока и до скорых встреч